Возрожденный автомобиль «Волга» может сойти с конвейера уже в следующем году. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, группа «Газ» уже ведет переговоры с партнерами. Завод «Москвич» снова переписал цены на бензиновые и электрические версии своих кроссоверов. Рост цен с начала года составил процент, отметили на заводе. Автоваз тем временем готовится запустить производство на бывшем заводе «Ниссан» в Петербурге. Ожидается, что это будет новая «Лада» X-Cross 5. С обзором новостей от автоконцернов Евгений Перельчук. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, группа «Газ» закладывает примерно год на то, чтобы найти тех партнера и, наконец, запустить производство легендарной «Волги» в новом обличье. Новый партнер займет освободившиеся мощности в Нижнем Новгороде после ухода «Фольксваген». «Газ» сейчас вовсю ищет способы загрузить простаивающее производство со сваркой и окраской кузовов. По оценке Мантурова понадобится 8-9 месяцев на освоение новой модели и еще несколько месяцев на контакты с партнером, который пока не назван, но уже понятно, что это снова будет китайский концерн, говорит главред журнала «За рулем» Максим Кадаков. Любой автомобиль нужно из чего-то собирать. У нас нет никакой завалявшейся где-то платформы, проектов и так далее, если мы говорим об автомобиле класса «Волги», то есть нынешним языком выражаясь об автомобиле класса «Тойота Камри». Поэтому партнер будет найден, естественно, в Китае. За тот срок, который обозначил Денис Валентинович, все, что вообще чисто теоретически даже возможно, это организация крупноузловой сборки уже готовых автомобилей китайских. Адаптировать, русифицировать мультимедийную систему и вообще все управление в автомобиле, внедрить обогрев сидений или обогрев лобового стекла, даже поменять эмблемы везде на ключе, на руле, на автомобиле. У другой возрожденной модели очередное переписывание цен. Бензиновый кроссовер «Москвич-3» в комплектации «Стандарт» теперь стоит 1 миллион 992 тысячи, подорожал на 22 тысячи. Электрический «Три-Е» подорожал на 58 тысяч и стоит теперь более 3,5 миллионов рублей. Завод «Москвич» заявил, что цены с начала года поднялись на процент, и это меньше, чем в среднем по рынку. То есть рост еще удержали. Почему он происходит, сказать нетрудно. Метод крупноузловой сборки, которым собирается «Москвич», не несет в себе никаких выгод по части себестоимости производства. А расходы сейчас растут у всех предприятий. Курс рубля, который просел к юаню, тоже сыграл свою роль. Способ удержания цен на «Москвич» один – глубокая локализация и наращивание объемов выпуска. Программа локализации, к слову, есть. В конце этого года планируется сварка и окраска кузовов, а в следующем – штамповка деталей кузова и сварка. «Автоваз» тем временем собирается в следующем году выпускать новые модели «Лада», также с партнерами из КНР на заводах в Тольятти и Ижевске. Из ближайшего у концерна – запуск производства на заводе в Петербурге 14 июня. Как заявляли в Минпромторге, это новая «Лада» X-Cross 5, говорит автоэксперт Алексей Каванов. «Лада», как нам представляют под именем X-Cross 5, это не что иное, как детище китайской марки «Фау». Соответственно, в оригинале она же оснащается полуторалитровым турбомотором отдачи 160 лошадиных сил, но как только этот автомобиль станет «Ладой», он получит дефорсированную версию этого двигателя, соответственно, она будет выдавать 149 лошадиных сил. Оригинальный «Фау» при этом стоит сейчас в базовой версии 2 миллиона 169 тысяч, но, если верить тем сигналам, которые приходят сегодня с «АвтоВАЗа», в компании приложили некоторые усилия, упростив, в частности, базовую версию, для того, чтобы новая «Лада» оказалась дешевле своего китайского прародителя. И поэтому есть шанс, что мы увидим автомобиль стоимостью 1 миллион 990 тысяч рублей. Пока отечественные концерны только собираются запускать свои новинки, появились проблемы с импортными автомобилями из Китая. Пока только в Петербурге. Местные автодилеры не выдают из салонов заказанные и предоплаченные авто марок «Черри», «Ксид», «Амода», «Хавейл» и других. Дело даже не в китайцах, а в проблемах с электронами ПТС. Из-за неких сбоев в системе паспорта не получают статус «действующий», а бумажные уже нельзя оформить с 2020 года, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Действительно, некоторые покупатели не могут получить свои автомобили, а с другой стороны, дилеры не дают конкретные винномера никому из официальных сторон, кто мог бы понять и разобраться, где же происходит ошибка. Вина ли это человека, который там оформляет документы, или это системная ошибка. Электронные ПТС у нас оформляются по большому счету автоматически. То есть, если какая-то из вводных не выполнена, то тогда ПТС и не получает статус «действующего». При этом оформить бумажный ПТС больше невозможно, сейчас оформляется только электронный, поэтому потребителям придется подождать, пока ситуация разрешится. По одной версии, задержки корнями уходят в апрельский сбой таможни. По другой, есть несогласованность данных у института НАМИ. Ранее в ведомстве заявили, что не видят глобальных проблем с оформлением электронных ПТС. Это и правда пока региональная проблема, говорят эксперты, которая должна быстро исправиться. Но сама ситуация, конечно, дала критикам заявить, что именно подобных сбоев при отсутствии бумажной альтернативы все и опасались.